Как страшен может быть разум, если он не служит человеку? Привет и дальше. Мы увидимся впервые в этом году с вами. Сегодня я рассказываю о книгах, которые я почитала за январь 2015 года. И, как это ни парадоксально, сначала хочу перечислить книги, которые я не буду рассказывать. Это книги Жданова. «Былые дни Сибири», «Погласите фаворита», «В сетях интриги» и «Последний фаворит». Не буду я о них сегодня рассказывать, потому что позже о всех книгах Жданова будет отдельное видео, как я неоднократно уже и обещала. Ждать осталось скоро, книжек осталось совсем немного. И я почитала «Потериану» три последние книги Гарри Поттера. Это «Орден Феникса», «Принц Полукровка» и, конечно же, «Дорез смерти». Всем, конечно, известно, что «Потериана» — это книги «Роулинг» о мальчике, который волшебник. И когда он был совсем маленьким, на его семью напал самый злой волшебник и один из самых всемогущих магического мира. И, собственно, Гарри Поттер, главный герой книги, славен в магическом мире именно тем, что он единственный, который смог уцелеть после заклятия смертельного Алада Кедавра. На ней из-под устроенной крадочности никто не умер. Мало ли, Дукеа тоже. И, конечно, если рассказывать, в частности, о каждой книге, что происходило, я очень боюсь сделать спойлеры, очень боюсь испортить удовольствие людям, которые ещё не читали, но собираются или думают, что не собираются, но когда-нибудь соберутся. Поэтому очень скупо скажу, что «Орден Феникса» — это по названию уже можно понять, что создается некий орден для борьбы со злом, предпринимаются какие-то меры. И, собственно, далее ещё «Принц полукровка». Я, кстати, сказала, что эти три книги — одни из моих самых любимых. Я могу сказать, что, пожалуй, в этих книгах немножечко даётся урок, что не надо относиться к людям, которые от тебя отличаются негативно, только потому, что они другие. Вот такой рук преподаётся, что мне очень нравится, причём преподаётся в такой заурилированной форме, что вдруг и поймёшь, что это тебе что-то пытаются внушить правильное. «Принц полукровка» — одна из моих любимых книг «Патрианы» именно за свои первые главы. Собственно, всё начинается с того, что опять, конечно же, требуется новый профессор, школа Холлеса. Собственно, с этого начинаются чуть ли не все книги «Патрианы» за исключением одной. И Гарри должен принять непосредственно участие в том, чтобы приболтать будущего профессора таковым стать, потому что он как-то не хочет. И много удивлений ждёт касаемо этого профессора и его поведения, скажем так, наверное. Дамблдор наконец-то становится директором «Ордца школы чародейства и волшебстанка». И становится более откровенен с Гарри. Переоткрывает ему какие-то всякости. И мы становимся всё более и более близки к развязке, а Голландоморд, главный злодейство, становится всё более и более всемогущим. В последней книге «Дары смерти» мы получаем, пожалуй, то, без чего не обходится за некоторым исключением. Ни одна история и романтическая линия получают своё предложение и развитие. При этом это не сопли, не розовые, не какие-то муси-пуси, нежности чрезвычайные. Это как-то естественно очень подаётся. И это выглядит очень искренне и очень настоящим. Хотя обычно в книгах немножко перебашивают авторы с этим, из-за чего остаётся такой немножечко осадок, что слишком уж всё красиво. И, конечно же, подводятся итоги, заканчивается история. Это, в конце концов, последняя книга. Знаете, когда я её читала сам первый раз, я буквально без передышки постоянно твердила. Роллинг-гений, Роллинг-гений, Роллинг-гений. Потому что она прописала такого человека, как Дамблдор. И то, что он задумал, запланировал, Дамблдор. Как он это всё воплощал. И более того, что все эти планы удавались, несмотря на то, что во многом чисто повезло. Это нужно быть действительно гением. Собственно, в самой первой книге, там были другие студенты Хогвартса, отзывались как о чокнутом гении. Конечно, есть где и поплакать, всплакнуть, пустить слезу. Но, безусловно, концовка поражает, удивляет. Очень сильно удивляет. Просто сидишь шокированный. И, пожалуй, всю Патриану следует прочитать только ради последней книги и её итога. Потому что её не прокатит. Просто заглянуть в концовку и её прочитать. Потому что для того, чтобы проникнуться и понять, нужно знать всю историю. Поэтому тем, кто не читал, я желаю всё-таки познакомиться с Галри Поттером, его друзьями, его врагами. Ну, а тем, кто уже читал, прочитать что-нибудь ещё. Глупые пожелания. Ну, вот, давно не снимала. С того года. Немножко научилась это делать. И, надеюсь, вы меня простите. И пока. И до скорых книг.